День города. В студии Максим Васильев. Здравствуйте. Главная тема дня. Работать на развитии города. Рязанская городская дума на первом заседании решила все свои кадровые вопросы. Бензин под контролем. Немотивированным ростом цен на топливо возмутился даже глава государства. Трынтрова Ряжского района. Фитосанитарный эксперимент Россельхознадзора. Сегодня на первом заседании Рязанской городской думы четвертого созыва депутаты выбрали главу муниципального образования и руководителей комитетов, которых, кстати, теперь будет на один меньше. Первое заседание Рязанской городской думы нового созыва началось с соглашения результатов выборов. Состав депутатов поменялся практически наполовину. Появились и структурные изменения. Два комитета объединили в один. Комитет по вопросам местного самоуправления, общественной безопасности, регламенту и депутатской этики. А всего их теперь шесть. Главный вопрос избрания председателя думы вынесли на тайное голосование. Впрочем, в итоге кандидатуру Татьяны Панфиловой все равно поддержали единогласно. Фамилия, имя, отчество кандидата, внесенного в бюллетенье. Панфилова Татьяна Николаевна. Число изготовленных бюллетеней – 40. Число выданных бюллетеней – 37. Число погашенных бюллетеней – 3. Число в бюллетенях обнаруженных в ячку для голосования – 37. Число действительных бюллетеней – 36. Число недействительных бюллетеней – 1. Число голосов, поданных за кандидата и против всех кандидатов – 0. Один из символов властных и распорядительных полномочий – золотую церемониальную цепь на шею Татьяны Панфиловой – на теле почетные граждане Рязани. В своей присяге председатель городской думы обязалась верно служить народу. Каждый из нас получил наказы от избирателей. Каждый пообещал избирателям чтить их интересы. Губернатор Павел Малков поздравил Татьяну Панфилову с новым назначением и заявил, что дальнейшее развитие Рязани неразрывно связано с КРТ – комплексным развитием территорий. У нас замечательный, красивый город. Очень нужно полноценное благоустройство. Уборка, озеленение, ремонт фасадов, внедрение единого дизайн-фона и многое другое. Особое внимание, конечно же, к историческому центру. Я, конечно, не могу не сказать про пешеходный маршрут, которым так серьезно занимаемся. И по его ходу будем восстанавливать обязательно все основные исторические объекты, новые объекты. Регион помогает сейчас городу. Дальше будет помогать. Большое количество проектов поддерживаем. Все обещания выполняем. Мне кажется, к этому мы даже начали уже понемногу привыкать, что если где-то что-то сказали, значит, сделаем автобусы, троллейбусы. Благоустройство. Скорая помощь, хоть она и не относится к компетенции, к ответственности города, но тем не менее, жители очень тоже касаются. И мы, как обещали, все скорой помощи поменяем и так далее. Нет одного проекта в плане развития. Власти не намерены отказываться. Мы не бизнесмены и не лоббисты. Все работаем на развитие города, заявил губернатор, а затем анонсировал структурные изменения в госаппарате исполнительной власти для большей эффективности. Ситуация с ценами на бензин стала отдельной темой, по которой высказался даже президент страны. Неделю назад федеральный Кабмин установил временный запрет на экспорт бензина и дистоплива и как бы рассчитывал на резкий спад ажиотажа. Но если рынок и стал стабильным, то лишь в некоторых регионах. Умерить свои аппетиты нефтяники пока не спешат. Я вот вам говорил вчера и сегодня уже говорил, в некоторых регионах люди ездят, условно, конечно, покупают дизельку в соседних регионах, потому что у них ничего не снижается. А в отдельных регионах даже подросла цена на дизельку. Слова президента, можно сказать, официально подтвердили очевидное. Рост цен на бензин с августа по сентябрь ощутили на себе все автолюбители. И только шумиха в СМИ позволила чиновникам, отвечающим за это, что называется, выйти из тени. Конечно, сейчас вице-премьер Александр Новак уверяет, что ситуация на внутреннем рынке нефтепродуктов стабилизируется. Дескать, ограничения продажи топлива за границу от 21 сентября уже привели к снижению цен оптовых на 20% по бензину и на 16% по дизелю. Вот только движение это в регионах не заметили пока. И даже Федеральная антимонопольная служба на вопрос, почему, однозначного ответа не дает. Соответствующее поручение дано территориальным органам, центральным аппаратам Федеральной антимонопольной службы по итогам заседания штаба ФАС России по ситуации на рынке нефтепродуктов. В рамках данного поручения Рязанская ФАС Россия проанализирует обоснованность стоимости нефтепродуктов на мелкооптовом рынке реализации до нефтебаз, а также проверит составляющие, которые включаются в конечную стоимость автомобильных бензинов и дизельного топлива для конечного потребителя. Налоги на добычу полезных ископаемых и на дополнительный доход. Акцизы на топливо, НДС, затраты на транспортировку. Основные стимулы роста цен на нефтепродукты. Только вот, как подчеркнул Владимир Путин, потребители не интересуют, что происходит в отдельных звеньях топливной отрасли. Гораздо важнее стабилизация конечной стоимости бензина и дизеля. Я и каждый выходной езжу в деревню, и учитывая того, если мне на машину хватало 800 рублей доехать туда-обратно, там, считай, 80 километров, 160, то сейчас это уже за тысячу переваливает. То есть, ну, на треть, а то и в четверть из своего бюджета я трачу уже больше. Несмотря на пусть и неравномерное, но все же снижение топливных цен в отдельных регионах, в Рязанской области цифры на АЗС ползут только вверх. И это при собственном работающем нефтезаводе. Понятно, что новый налог на сверхприбыль, уже завизированный президентом, нефтяники пытаются компенсировать за счет потребителя. Но не так же откровенно. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Бывший директор одной из рязанских компаний осужден за неуплату налогов. Сумма немалая, больше 450 миллионов рублей. Об этом сообщили в региональном следственном комитете. Подробности уголовного дела далее в сюжете. Директор какого предприятия решил обогатиться на полмиллиарда, следователи не сообщают. В интересах дела. Известно только то, что торговала фирма цветным металлом. Но вот о самом директоре, теперь уже бывшем, рассказали следователям достаточно. В июле 2018 года предприимчивый руководитель решил провернуть необычную схему. Несколько фирм ему якобы поставляли продукцию. А он просто вносил данные об этом в налоговую декларацию. Итак, два года. В результате совершенных противоправных действий осужденного предприятие не уплатило налог на добавленную стоимость на сумму более 450 миллионов рублей. В целях обеспечения гражданского иска и возмещения ущерба, причиненного в бюджетной системе Российской Федерации, по ходатайству следователя на депиторскую задолженность предприятия наложен арест. Виновный осужден к условному лишению свободы. Приковор суда в законную силу не вступил. Число налоговых преступлений в России остается высоким. А фантазия по созданию новых схем у мошенников, можно сказать, безгранична. Расследованием этих дел занимаются как налоговики, так и следователи. В лидерах сегодня, разумеется, Москва и Московская область. Там основные финансовые потоки. Впрочем, итог у таких дел всегда один. Преступник получает заслуженное наказание и возвращает в бюджет все недоимки. В нашем случае исключения тоже не будет. С наступлением осени заболеваемость гриппом, ОРВИ и другими респираторными заболеваниями повышается. Наиболее высокий уровень зафиксирован в 26 регионах нашей страны. По словам специалиста, в Рязанской области показатели пока умеренные. А заболеваемость коронавирусом вообще снизилась. С начала этого года гриппом и ОРВИ переболели больше миллиона россиян. Рост заболеваемости во всех возрастных группах. Главные причины похолодания и постотпускное увеличение числа контактов в коллективе. Однако в Рязанской области, по словам специалистов, ситуация не так критична, как в других регионах нашей страны. В настоящее время наблюдается сезонный подъем. Пока он имеет умеренную интенсивность. То есть порог превышен незначительно. Период осенний, когда люди чаще стали находиться в помещениях, это особые условия для распространения именно воздушно-капельных инфекций. Впрочем, пока тревогу бить рановато. Количество заболевших ковидом у нас в 23 раза ниже, чем в прошлом году. Об этом сообщает федеральная служба Роспотребнадзора. Однако врачи рекомендуют все же держать руку на пульсе. Специалисты советуют обезопасить себя от острых респираторных инфекций с помощью сезонной вакцинации, а также масочного режима и дезинфекции рук в местах большого скопления людей. В настоящее время проводится вакцинация против гриппа. Уже привито около 16% населения Рязанской области. Значит, наш показатель, который мы должны достичь, это не менее 60%. И ковид-19, и, допустим, он болеет какой-то одной инфекцией. Через две недели, учитывая, что иммунитет ослаб первой инфекцией, значит, он может заболеть какой-то другой вирусной инфекцией. Несмотря на то, что серьезной опасности нет, сегодня масочный режим вводят во многих медицинских учреждениях региона. На всякий случай. Кристина Бочкарева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Сотрудники управления Россельхознадзора рассказали о самом злостном карантинном растении «Повелики», которое для аграриев сегодня настоящая головная боль. Этот простой с виду сорняк может сгубить практически весь урожай. О том, что это за трын-трава, расскажет Валерий Светов. На полях в селе Журавинка мог вырасти и клевер, и люцерна. А сколько сена могли собрать сельхозработники с 400 гектаров? На этих полях стало расти повелика. Сорняк без корней и листьев, с нитевидным стеблем желтого цвета. Опасность него заключается в том, что данный карантинный сорняк снижает урожайность. И если заражен посев, обычно это сочные корма, растения, такие как клевер, люцерна. Если получается продукт сенаж или сена, то оно плохо хранится, гниет. И если животное поедает такой продукт, то он вызывает заболевания у животных. Карантинную фитосанитарную зону у села Журавинка установили еще в 2016-м. Боролись с сорняком 7 лет. Специалисты Россельхознадзора даже разработали особую программу по уничтожению повелики. Но только в июле этого года карантин был снят. Пробы с поля показали, что повелика тут полностью ликвидирована. Впрочем, это только десятая часть захваченных сорняком земель. Распространено довольно много на территории Рязанской области, в нескольких районах. Управлением установлена 31 зона по данному сорняку. Это примерно около 6 тысяч гектаров. Почему повелика карантинное растение? Потому что семена сохраняются в почве до 20 лет. Если повелика карантинный объект не за номером один, то в списке лидеров он точно. Обстановку управления Россельхознадзора мониторят регулярно. И если на полях он все же появляется, то ведомство помогает сорняк противный уничтожить. Правда, борьба обычно это не заканчивается быстро. Православные отмечают праздник воздвижения честного и животворящего креста Господня. Это один из 12 важнейших церковных праздников, связанных с событиями земной жизни Иисуса Христа и Богородицы. Об истории, традициях и приметах праздника расскажем далее. Поводом для празднования стало обретение священного креста, на котором распяли Иисуса Христа. Крест был утерян после казни, и долгое время его нахождение было неизвестно. В 326 году равнопостольная царица Елена отправилась в Иерусалим на поиски утраченных святынь. Правительница распорядилась начать раскопки на Голгофе, где произошло распятие. Стараниями царицы крест был найден под землей. Христос был распят вместе двумя разбойниками, поэтому библейские археологи нашли сразу три креста, гвозди и доску с надписью «Иисус Назарей, царь иудейский». Согласно преданию, чтобы установить подлинность святыни, каждый из обнаруженных крестов проверили на чудодейственные свойства. Находки приложили к больному, и прикосновение к кресту Господню принесло ему исцеление. Убедило искателей и другое чудо. Мимо проходила похоронная процессия, и один из покойников воскрес, когда к нему приложили крест. Тогда иерусалимский патриарх Макарий установил крест, чтобы все присутствующие возрадовались обретению святыни. В свою очередь, сын царицы Елены, император Константин, распорядился построить в Иерусалиме храм воскресения Христова. Строительство завершилось в 335 году, уже после кончины Елены. 13 сентября того же года храм осветили, а 14 сентября или 27 по новому стилю церковь постановила учредить празднование воздвижения креста Господня. Праздник также именуют крестовоздвижением или просто воздвижением. В наши дни в честь праздника крест торжественно выносят из алтаря и полагают на аналой. В храмах проходят всеночные обдения и литургия. В быту обычаи праздника тесно переплетаются с народными поверьями. Праздник воздвижения креста Господня считается концом бабьего лета и сроком окончательного прихода осени. С поля убирают и готовят на зиму капусту, которая в эти дни является одним из основных блюд на праздничном столе. Кстати, поскольку Христос принял мученическую смерть на кресте для искупления грехов человечества, в этот праздник не принято веселиться и накрывать богатый стол. Напротив, соблюдается строгий пост. Еще одно предписание связано с законами природы. В этот период сезона змеи готовятся впадать в зимнюю спячку, поэтому собираются большими группами. В избежание встречи с ними не рекомендуется ходить в поля, леса и посадки. Рекомендуется заранее закрывать все подвалы. Согласно поверьям, в день праздника нельзя ссориться с близкими, а в делах по дому лучше отложить шитье и вязание на другой день. Зато молитвы, произнесенные в день крестовоздвижения, почитаются особо сильными. Лучше всего посетить службу в храме и помолиться о насущном. Существует несколько погодных примет, на которые принято обращать внимание 27 сентября. Так, безоблачный день сулит поздний приход зимы, а вот стаи улетающих птиц в небе считаются вестниками морозных месяцев. Зато резкое похолодание в праздничное утро обещает раннее наступление весны в грядущем году. На этом у нас все еще больше новостей. На нашем сайте www.egorod62.tv и на наших страничках в соцсетях. Всего доброго! Субтитры подогнал «Симон»!